В общем, конечно, неудовлетворительная индивидуальная гигиена является основополагающим в развитии переимплантитов. И зачастую это не всегда ошибка пациента. Это очень частая ситуация, когда врачи заканчивают имплантологическое лечение. Например, когда бывает такая история, что хирург поставил имплантат, а пациент протезировался в другой клинике, нет взаимосвязи, ортопед поставил свои кромки, выполнил задачу и все. И отпустил. Не сказано, что нужно приходить каждые 3-6 месяцев. Не подписано это согласие. Конечно, не подписаны никакие документы о том, что пациент обязуется соблюдать индивидуальную гигиену, использовать ирригатор, дентальные флоссы и так далее. То есть это тоже такой определенный пакет. Эти ожидания доктор должен развеивать, не пациент, понимаете, искать эту информацию в интернете. Ну вот, доктор должен это говорить с самого начала. С самого начала он должен объяснять, что имплантологическое лечение – это взаимный обмен услугами друг к другу. Пациент чистит зубы, мы его лечим. Невозможно, доктор не может победить его отсутствие гигиены. К сожалению, никак. Только если он будет жить с доктором, и с доктором он будет чистить зубы. Ну вот еще раз я призываю вас уделять на приеме с самого начала, с начала консультации. Этому большое внимание. Потому что просто для себя, как аксиомом, запомните. Они не знают ничего. Просто не знают. Вот маленькие дети, даже им 60 лет, если лет, это маленькие дети в этом вопросе. Их надо садить, сажать и учить. Брать щетку, пасту, чистить зубы с ними, разговаривать, показывать нити, флоссы, ершики, зипики, ригаторы. Все, что угодно. Не пренебрегайте этим. Потому что пока что гигиеническая служба в России находится на уровне плинтуса вообще. Она чуть-чуть только начинает куда-то поднимать голову. И дальше ассоциации гигиенистов, кроме их симпозиумов, где 30 человек со всей России приезжает. Больше нету никого и ничего, к большому сожалению. И еще не в каждой клинике есть врач-гигиенист. Я даже с этого начинаю. Поэтому мы говорим, когда мы все время слушаем западных лекторов, читаем их книги. Все время надо немножко помнить, что мы находимся с ними на разных полюсах. Вообще на разных. Именно не из-за того, что мы какие-то другие, а наши пациенты другие. Давайте я отвлекусь, я быстро вам расскажу одну маленькую-маленькую выкладку. У нас дети ходят в первый класс. В этом году родители узнали, что я стоматолог, я работаю совсем рядом со школой. И можно ли вот прийти. Я им предложила, говорю, давайте, вы не будете приходить в клинику этой толпой, да, создавать вот этот ажиотаж. Я приду, например, там какой-то декабрь уже будет свободное это расписание. И мы сделаем урок гигиены для всех. Я покажу щетки, модели, как им чистить, что можно делать и так далее. Потому что 7 лет это уже хороший, восприимчивый возраст. Да, 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 конечно. Просто по немецкому принципу попросили. Мне сказано было, подойдите к директору. Зачем согласовать? Согласовать. Согласовать. Нельзя так просто прийти. Я подошла к директору, мне было сказано, что с анпином это не предусмотрено. С анпином. С анпином. С анпином же это по сути рекомендации. И все. Невозможно побороть систему. Я сейчас не про частный наш случай. Невозможно побороть эту систему. Поэтому, к сожалению, мы являемся на своем фронте просветительском, гигиеническом. Пока что авангардом. Именно хирурги и продонтологи должны говорить об этом. В первую очередь. Ортопеды заканчивайте этим свое лечение. Потому что, господа, ваша сохранность конструкции от этого зависит. Чтобы к вам потом было меньше претензий. Все, проехали. Все проблему знают. Еще раз о ней напомнили. О том, что нужно каждому пациенту читать большую лекцию на эту тему. Самая, да, конечно же, вытрепещущая причина – это отсутствие прикрепленной десны. Всегда ли при отсутствии прикрепленной десны будет развиваться переимплантид? Не всегда. Но отсутствие прикрепленной десны будет способствовать в каких-то случаях, да, когда какая-то иммуносупрессия происходит или какие-то другие жизненные перипетии случаются. Например, поставили пациентке в 40 лет имплантаты. У нее не было прикрепленной десны. У нее просто была такая история. А у нее через 7 лет начался менопауза, да, с очень резким гормональным всплеском. И у нее развился просто вот на ровном месте. Уже 8 лет стояли ортопедические конструкции. Все было хорошо. Но из-за того, что там были тяжели, слизистые, там не было прикрепления нигде в области имплантатов. Это жевательная группа зубов на нижней челюсти. Там развился переимплантит, нам пришлось снимать. Коронки, они, слава богу, были на винтовой фиксации, что не потребовало замены конструкции, да. Делать пластику в области этих имплантатов, да. Ввести было пластику там с трансплантатами, убирать все распалительные явления. И ждать на этапе формировать или через 4 месяца возвращать все конструкции. Слава богу, у нее все было в порядке. Ну, то есть, что с пациентами тоже, мы же их отпускаем в жизнь. И с ними начинают тоже происходить какие-то всякие жизненные ситуации со здоровьем, да, с какими-то стрессами и так далее. То есть, отсутствие прикрепленной десны может способствовать развитию воспаления в переимплантитной зоне, в переимплантной зоне атрофическим процессам и так далее. Это очень важный козырь для развития на самом деле. И значение вот этого фактора я бы на самом деле, может быть, и на первое место бы вынесла. Но не у всех пациентов, у которых отсутствует прикрепленная десна, развивается переимплантитная. Я иногда стала замечать, вот приходят какие-то работы, просто чужие, да, со всего города стекаются, как-то бывают такие периоды. И я обратила внимание, что там, где ортопед протезировал, и, ну, ортопедически, я не знаю, насколько я сейчас корректно выскажусь, несколько недогруженные коронки, когда на них не акцентирована вся ортопедия, жевательная нагрузка, да, например. Вы хотели сказать, что они частично выглядели. Да, вот они в окклюзии, но я понимаю, что... Возвращение полдейка. Да, да, что, например, это встречная окклюзия, с другой стороны, более плотная, чем здесь. То есть видно, что доктор вот убирал. И отсутствие прикрепленной десны в такой области не дает никакого негативного решения. То есть где-то такая... А где-то такие ситуации, наоборот, в жевательных участках, когда вот эти недогруженные, слегка с короткими коронками, да, имплантаты и при наличии отсутствия прикрепленной десны дают переимплантить. То есть, опять же, очень все спорно. Нету никаких нормальных данных вот по этому вопросу. Единственное, да. Моя точка зрения такая. Я как с зубами, так и с имплантатами считаю, что то, что работает, оно начинает регенерировать само по себе. Если правильно создан, да, ортопедически сама вот эта вот конструкция на имплантате, если у нее правильная ширина, высота, соотношение, да, вот этих вот экваторов и так далее, всех контактных пунктов, да, соблюдено, как положено это делать, то и десна благодатно потом начинает тоже работать на эту коронку. Ну, сколько есть, да, историй, книг, написано там исследований, когда ортопед переделывает, например, ортопедическую конструкцию, переносит контактный пункт и вырастает межзубной сосочек. Да, то есть, он соблюдает вот эти 5 миллиметров от контактного пункта, и все у него двигается вниз само без всяких вообще хирургических вмешательств. То есть, конечно, от ортопедов очень много зависит, не надо сваливать на них всю вину за переимплантит, ни в коем случае, но их доля, в общем, участие тоже в этом есть. Вчера только что рассказывала, вот про этот кусочек цемента, при цементной фиксации, да, что, а клиника была такая, как будто мы сейчас перестит будем вообще просто вскрывать какой-то жуткий. Ну и...